Привет, друзья! Вы на канале Зелёный Попугайчик ТВ. Сегодня в своём видео я хочу вам рассказать о том, как и чем я кормлю своего попугайчика. Попугайчик у нас очень шустрый, молоденький, красивенький. И чтобы сохранять всю эту красоту, я всё-таки уже не раз кормила определённым кормом. Какой-то вывод я уже примерно сделала. Хочу и поделиться с вами. Но до этого, скажем так, я кормила его кормом Рио. Сейчас у меня чуть-чуть осталось этого корма. Ну, конечно, выбрасывать я не буду. Я его докармливаю этим кормом. Вот он у меня ещё будет открыт. Осталось вот такое количество. Я его чуть-чуть сейчас подсыпаю. А новый корм, каким я сейчас его кормлю, это вот такой. Ему тоже очень понравился этот корм. И что я какой вывод сделала, кормя его этим кормом, что наш попугайчик стал меньше чесаться. Вот когда я давала постоянно Рио, он очень-очень много чесался. Я сначала думала, что он линяет. Но когда вот поменяла корм на другой, всё-таки я заметила и сделала вывод, всё-таки, наверное, действительно от корма. Сейчас он меньше чешется. Ну, а линейка, как обычно, да, там раз в полгода. Где-то так, грубо. Плюс-минус. Вот. Поэтому всё-таки склоняюсь я пока к этому корму. Так, что я ещё ему даю? Даю вот такие подкормки. Всегда даю, кстати, всегда. Покупаю, ему даю. Хотя, в принципе, я считаю, что это всё-таки, конечно, дороговато. Но даю. Разные вот такие подкормки. Вот это, к примеру, подкормка с йодом для здоровья и штабильной железы. Уж не знаю, насколько это, конечно, правда или неправда. Но покупаю, даю. Так, что ещё даю? Вот мне нравятся вот такие подкормки. Это у нас что? Здесь вот всё, не по-русски написано. Семена, сейчас скажу. Семена луговых трав. Очень такая оригинальная подкормка. Наш попугайчик тоже с удовольствием это всё кушает. И вот, когда он линяет, обязательно тоже покупаю такую подкормку в период линьки. Здесь вот, видите, нарисовано для пёрышка, что это указано именно в период линьки. Тоже даю нашему попугайчику. Вот, видите, даже и птичкам можно давать. Вот такие подкормки в период линьки, как я вам уже сказала, вот, с пёрышками. Вот семена луговых трав. Вот так она выглядит. То, что я тоже даю ему постоянно. Вот это подкормка для здоровья и щитовидной железы с йодом. Вот, видите, даже корелла нарисована, то есть им тоже можно. Ну, это вот наш Риво, который я вам рассказала. И вот этот, который я сейчас ему даю. Упаковочка очень удобная, хочу вам сказать. Вот, видите, она вот здесь вот так закрывается. То есть я даже не на всю её открыла, чтобы только высыпать. Сейчас мы будем ему как раз и насыпать. Вот наш кормушечка. И сейчас мы будем чуть-чуть, вот я говорю, насыпаю ему вот это вот рио оставшееся нам. И насыпаю вот этот. Вот, этого я уже сыплю побольше. Вот так как сейчас он у нас не линяет, то подкормки я никакие не даю. Ну и сейчас мы пойдём ему повесим в кормушечку, повесим в клеточку, чтобы он кушал. Ну вот, друзья, такое видео у нас получилось про кормки для нашего личного попугачика я вам рассказала. А мне очень интересно, чем вы кормите своих попугачиков, каким кормом. И как себя чувствуют после этого корма ваши попугачики. Напишите, пожалуйста, очень будет интересно. Потому что я ещё купила, пока у меня стоит там, я его даже не распечатывала и не пробовала давать подаван. Вот, в коробочке такая упаковочка, тоже хочу ему попробовать дать. Понравится, как пойдёт, не знаю. Но вот напишите, кто даёт такой корм, тоже будет интересно мне почитать. В общем, всё пишите, чем вы кормите своих попугачиков. Мне очень будет интересно почитать. А на этом мы с вами прощаемся. Всем пока, до новых встреч на нашем канале Зелёный Пугачик ТВ. Если вы ещё не подписаны, обязательно подпишитесь. А если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok